МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Нет искусства полезнее медицины", сказал Плиний. -"Здоровье дороже золота", сказал Шекспир. О бесценном даре, человеческом здоровье, существует множество высказываний. Сегодня наш гость поделится своими мыслями и опытом, как медицинским, так и человеческим. У нас в программе главный врач больницы МИД, заслуженный врач Российской Федерации Виктор Лошкарёв. Здравствуйте, Виктор Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня. Ну и первый вопрос, наверное, собственно говоря, относящийся к непосредственному вашему делу. Сегодня вы возглавляете больницу МИД уже на протяжении многих лет. Расскажите, пожалуйста, в каком году вы возглавили больницу, и что происходило с ней тогда, и что происходит сейчас? Ну, возглавил я больницу 25 лет назад. То есть юбилей у вас был. Да, действительно давно. А зона Щелковского района и зона поселка Юность, она для МИДа была как бы особенной, потому что в свое время, видимо, было выбрано это место для того, чтобы развивать там инфраструктуру социальную для министерства. Поэтому там были построены дома жилые, были построены учреждения, такие как больница, такие как домодыха Юность, школа-интернат, домодыха Дружба. Это тоже было, в общем-то, тогда все. И в комплексе вот таком более 100 гектаров земли было выделено под это строительство. Вот больнице в этом году исполнилось 40 лет. Ну, больница была создана для, в основном, реабилитационных мероприятий, для сотрудников министерства, которые приезжали из тяжелых стран. Потому что, в общем-то, значит, работа ведь дипломата, она может кажется такой очень заманчивой, но это не всегда. Потому что очень большая разница работать дипломатом во Франции и работать дипломатом в Анголе, к примеру. Ну, а приехав, в общем-то, из такой тяжелой командировки, они часто, почти всегда попадали в больницу для того, чтобы, в общем-то, пройти курс реабилитации, обследования, в общем-то, и чтобы знать, с чем он вернулся. Поэтому была создана эта больница. Отделений, конечно, было там немного, потому что задачи были другие. Была терапия, была неврология, была, в общем-то, ухо-горло-нос, значит, структура, где детишек мы оперировали, тоже, в общем-то, значит, ну, и все. Ну, это, в принципе, в какой-то степени удовлетворяло, но потом перестало удовлетворять. Во-первых, перестало удовлетворять, значит, само министерство, потому что стала появляться квалифицированная помощь, разнопрофильная, и задачи перед нами стали ставить, в общем-то, значит, уже о том, чтобы мы развивали структуры разнопрофильных, в общем-то, значит, уже услуг медицинских. Система была закрытая, значит, попасть туда кому-либо из... Со стороны невозможно. Со стороны было невозможно. Значит, имелся, в общем-то, значит, документ, который оговаривал тот контингент, который должен был лечиться в этой больнице. Значит, документ на уровне министерства был создан, в общем-то, значит, а все остальные не могли воспользоваться этой услугой. Ну, 91-й год, значит, было, в принципе, большое законодательное такое решение в области здравоохранения, когда разрешили оказывать платные медицинские услуги впервые в нашей стране. Ну, платные медицинские услуги сначала, на первых порах, мы, конечно, сразу же с 91-го года, в общем-то, за это взялись, потому что 91-й год был непростой с точки зрения финансирования, значит, бюджетное финансирование. Мы всегда были бюджетной структурой. Оно, в общем-то, поступало недостаточно и не всегда регулярно. И, конечно, для того, чтобы и содержать больницу, и содержать сотрудников, в общем-то, персонал, необходимы были дополнительные деньги. Да, я уверен, что, понимаете, столько лет проработать учреждение, которое является одним и единственным в Министерстве иностранных дел, где такая конкуренция врачей, там, и докторов в науке, и кандидатов в науку, и кого только нет, вот все. И все-таки предпочтение на протяжении многих лет было отдано Виктору Викторовичу. Поэтому, что здесь только что могу сказать, что это было умилое руководство. Я знал предшественников Виктора Викторовича, которые работали там, в Мидовской больнице. Поэтому, конечно, она всегда была на слуху. Но та революция, которая была проведена в целом в медицине, именно в больнице Миду, это прямая заслуга Виктора Викторовича. Потому что сделано столько, которые, казалось бы, сделать невозможно вот за такой короткий промежуток времени. И мы начали работать по внебюджетному уже варианту, когда стали оказывать услуги неработникам Министерства медицинские. На первых порах это были сотрудники Щелковского района. Жители, но не жители даже, жители пока, эти услуги оказывались не за наличный расчет. Они оказывались по договору с организациями. А, с бартерной системой. Да. То есть первый наш партнер, вот такой коммерческий партнер, был завод втордрагметаллов. Значит, там профсоюзный комитет вышел на нас инициативой, мы с ними нашли общий язык. И вот это первые люди, которые к нам пришли, значит, на волне демократизации, я бы сказал. Почему? Потому что в одной палате лежал директор завода, и в одной палате лежал слесарь, допустим, этого же завода. И условия были равны. И условия были одинаковые. На одной койке он лежал, на другой койке он лежал. И все это было воспринято очень нормально. И со стороны руководства завода, и со стороны правкома. Там правком был инициатором, в общем-то, значит, тогда. Профсоюз, видимо, носил тогда большое значение какое-то имел. И вот они этим занимались. Это вот первые партнеры были. Значит, затем мы работали, в общем-то, в таком партнерстве с насосным заводом тоже работали так же. Пациенты денег не платили. Значит, платили деньги организации. Ага. То есть, это была социально значимая и очень такая, в общем-то, я считаю, важная мера, которая помогла тогда очень сотрудникам этих организаций получить квалифицированную помощь. Ну, в этот же период мы стали идти по пути, поскольку платная помощь должна быть какая-то особенная. То есть, той, которой нет в районе. И мы начали развивать, в общем-то, значит, разные виды деятельности, те, которых раньше в больнице не было. По этому поводу Минздрав тоже тогда издал свое разрешение, распоряжение, и законы вышли, которые позволили создавать внебюджетное штатное расписание, так называемое. То есть, я принимал на работу такого сотрудника, который был необходим для оказания медицинской услуги какой-либо. А заработную плату я платил от платных услуг, которые поступали, в общем-то, значит, вот от других организаций. То есть, как бы говоря, была ставка определенная, но... Да, я ее вводил сам дополнительно. То есть, у меня получилось как бы два штатных расписания. Бюджетное и внебюджетное. Бюджетное то, что мне государство оплачивало, а внебюджетное то, что я получал от платных услуг. В общем-то, я на эти деньги содержал сотрудников и, соответственно, в общем-то, расширял эту услугу. То есть, у вас много возможностей, да, в момент проводить исследования? Мы, фактически, можем любую должность создать, которая необходима. То есть, мы изучали, как бы, то, что в районе есть. Мы изучали, значит, какая потребность в этом специалисте. И, соответственно, предлагали этого специалиста, если его нет в районе. Потому что ехать в Москву, ехать в Маняки, это все достаточно сложно, достаточно обременительно. И все равно за деньги, в основном. Ну да. К сожалению, в общем-то, так. Потому что вот какой-то программы государственной такой, чтобы из района поехать напрямую в какую-то клинику московскую, в общем-то, значит, это не случится такого. Это уже никого никто не направляет, бери деньги. Совершенно правильно, да. Поэтому вот мы стали создавать эти отделения. И очень важным моментом в нашей жизни был тогда, когда мы создали хирургию. Значит, у нас все-таки больница сначала была терапевтического профиля, как я сказал. Терапия, неврология в основном, да. А мы взяли за основу так, значит, чтобы оказывать помощь, в первую очередь мы назвали женщин, в первую очередь, значит, гинекология нужна была добыть. В вторую очередь мы назвали мужчин, это урология должна быть. И в целом, в общем-то, пришел такой энтузиаст и высококвалифицированный хирург, который занимался и онкологией, и общей хирургией Чумаков. Вот он сейчас у нас заведует отделением хирургическим. Значит, он был бывший военный хирург, был главный хирург военно-воздушных сил, значит, а потом там он, видимо, уволился в армию, и вот он пришел к нам. И тоже более 12 лет у нас, в общем-то, значит, хирургическое отделение существует, значит, на базе нашей больницы. В 96-м году у нас было строительство с 92-го по 96-й и был построен еще один дополнительный корпус. Значит, этот дополнительный корпус был привлекателен тем, что там были условия, в общем-то, значит, пребывания пациента очень благоприятные. Фактически для каждого пациента предлагалась отдельная палата, которая оснащена санблоком, телевизором, холодильником. И, в общем-то, значит, у нас... На европейском уровне всего. Ну, фактически, в общем-то, значит, это было только в системе 4-го главного управления на тот период времени. И мы это предложили, и это стало востребовано. Причем палата большая, она где-то 14 квадратных метров, в общем-то. И, конечно, это было привлекательным, в общем-то, очень моментом, потому что, ну, больной человек, он часто... То есть условия были созданы. Условия были созданы, да. То есть ты тут и лечишься, и отдыхаешь, и живешь, и так далее, и все проходит. Да, вот мы в 96-м году этот корпус получили, его вот с 92-го по 96-й год строили. Все-таки удалось его достроить, этот корпус. И вот в 99-м он вступил в строй, вот с 99-го. Это новый корпус, мы его называем сейчас, в общем-то. На нем сейчас находится у нас хирургическое отделение с реанимационным отделением и кардиологическое отделение. Потому что мы терапию тоже выделили. Значит, терапию мы выделили на эндокринологию, терапию мы выделили на гастроэнтерологию, и терапию мы выделили в кардиологию. Потому что это специфичные достаточно подотрасли такие терапевтические. Но на сегодняшний день у нас вот такие отделения существуют. Там много, там сейчас многопрофильная больница, которая вот может даже по статусу, значит, Министерства иностранных дел, она должна быть меньше, но на сегодняшний день там можно получить полноценную помощь, значит, всем, да, и не только работникам МИДа, а хочу еще и сказать, что он очень охотно идет на контакт и всегда помогает жителям района. Виктор Викторович, ну вот построить действительно за такой короткий срок такую больницу с такими масштабными изменениями, да, и развить ее еще. Скажите, это лично ваша инициатива? Инициатива, конечно, была нашего коллектива, это без всякого сомнения. Потому что Министерство, оно занимается своими проблемами. Значит, верхний эшелон Министерства, он прикреплен и лечится в учреждениях московских, в общем-то, значит. То есть он даже не касается вас? Ну, к нам они не так часто попадали раньше. Они сейчас попадают к нам из-за квалификации врачей. А, то есть на врачей едут, скажем так? Они приезжают из-за квалификации врачей, потому что, в общем-то, квалифицированные врачи, они даже приедут в Махачкалу за ним, в общем-то, из Москвы. Потому что едут на конкретного доктора. И я не хочу сказать, что кто-то нам мешал. Нам, конечно, помогало Министерство. Это все, в общем-то, финансирование шло через Министерство. Это были все бюджетные деньги. Там коммерческой составляющей абсолютно не было для того, чтобы построить этот корпус. Ну, большое значение имела, конечно, структура, которая при Министерстве есть, коммерческая структура, главу ПДК. Значит, возглавлял которую тогда наш щелковский коренной, в общем-то, житель, Иван Иванович Сергеев, который когда-то был зампредом из полкома. Был в гостях недавно. Был, да? Рассказывал. То есть мы с ним встретились тогда, и он меня спрашивает. Виктор Викторович, ты все еще, говорит, здесь работаешь? Я говорю, да, здесь. Слушай, а почему ты не строишь? Я говорю, потому что ты денег не даешь, значит. И Иван Иванович, значит, там весь вопрос этот. Потому что он был тогда начальник главы ПДК, потом стал замминистра у нас тоже. В общем-то, это с его, конечно, не без его помощи, в общем, этот вопрос закончился благополучно. Закончили, в общем-то, значит, этот корпус. А потом уже было проще. Потому что когда была территория, когда было оснащение, значит, мы начали набирать врачей. И вот на сегодняшний день хирургию, допустим, если взять. У нас там два профессора, два доктора наук, значит, работает штатных сотрудников. Заведующий доктор наук, затем еще один доктор, тоже доктор наук, онколог, гинеколог. У нас кандидатскую диссертацию на наших, Рохлина, значит, заработала очень популярная доктор такая, которая, в общем, очень много делает для женщин. То есть профессионалы высшего уровня. Высокого уровня, очень, да. Другая гинеколог, у нас очень интересную услугу ведения беременных, в общем-то, девушек ведет. Это тоже удобно. Тамара Павловна, Макарова, да. А с учетом того, что у нас оснащение очень хорошее, этим девушкам не приходится, в общем-то, значит, очередяк сидеть часами, что это тяжело же очень, в общем-то, значит. И поэтому они с удовольствием к нам приходят. Затем вот мы открыли урологическое отделение. Вот на сегодняшний день там работают два доктора наук в отделении и один кандидат наук. Значит, причем один доктор, вот, который пришел, он к нам недавно совершенно, он был главный хирург, главный уролог города Москвы. А он к нам пришел работать, в общем-то. То есть, понимаете, где-то что-то там его не устроило в Москве, если он пришел, в общем-то, значит, вот сюда. У них такое местечко, мне кажется, райское, свежий воздух, все-таки... Ну, а, в общем-то, это если здесь живешь, конечно, хорошо. Конечно, там экологически чистая зона. Там экологически чистая зона. Когда выбирали эту территорию, они шли по пути. Раньше же вообще эта трасса, которая, Щелковское шоссе, она была закрытая. Ведь была Черноголовка, закрытый город, да? Был звездный городок, закрытый город, в общем-то. И, конечно, это шоссе не было таким, как оно сейчас стало. Ну, и зона, выбранная там, она на возвышенности стоит, клязьма внизу, вверху. И там, в общем-то, значит, очень удачная зона. Очень удачная экологически, очень чистая зона. Виктор Викторович, скажите, ваш путь, вы ваш путь начинали со скорой помощи. Вы приехали, да, с работы в скорой помощи. Вы приехали из Владикавказа, да? Да, я приехал из Татарии. Из Татарии? Как вас туда, уверен, занесло, расскажите. Да, во-первых, как вас туда занесло. И расскажите, когда вы приехали сюда, соответственно, приехали на новое место, ничего не знакомо. Как на тот момент вам было тяжело? И как вы вспоминаете эти годы? С удовольствием, естественно. Потому что я приехал, мне было 24 года тогда, в то время. Я закончил мединститут. У меня семья вся врачебная. Мама, папа, сестра, братья, сестры. Племянница, да. Племянница, да, все врачи. И отец у меня был военный врач, и он служил во Владикавказе. Значит, в то время Арджоникидзе назывался. Значит, и я там закончил школу. Значит, и там же закончил медицинский институт, который был. Ну, раньше, вы знаете, что молодых специалистов всех распределяли, в общем-то, значит, по всей стране. Должна была быть отработка три года. И меня вот распределили в Казань. Ну, я сам попросился туда. Почему? Потому что я там родился. Под Казанью. Значит, там маленький был санаторий, где мои родители работали после института. Они закончили Ижевский институт. Их распределили туда, под Казань. Они там работали врачами. И меня там родили. А вы в Кавказ попали, потому что папа был военный. Военный. И вот, да. Он служил в Германии. После Германии его заменили туда. Там был госпиталь. Он в госпитале. Ну, да, военная жизнь. Да, он все время ездил. В общем, Грузия, Осетия, Германия. Ну, устроиться на Кавказе, там, где жили мои родители, в то время, не Кавказу было очень непросто. Значит, национальный вопрос, он всегда там существовал. И, естественно, преимущество отдавалось национальным кадрам. Поэтому я, честно говоря, не очень стремился туда. И я вот так вот приехал к знакомым. У меня такие, ну, не близкие знакомые, но были в Москве. И у меня сестра здесь уже работала. А, то есть были здесь какие-то... Да, она уже работала в Москве. Она была инфекционистом, в общем-то, значит, и работала в поликлинике. И я приехал сюда. Ну, в Москве меня не взяли на работу, потому что я был молодой специалист. А там нужно было обязательно три года отработки, в общем-то. Опыт должен быть. И я пришел в Минздрав Московской области. Я говорю, хочу работать. Они говорят, пойдешь на скорую помощь? Я говорю, пойду. С удовольствием. И вот они мне Щелково предложили. И посуществует. Я сразу же после института попал в Щелково. Это целая эпопея и целая жизнь скорой помощи. Я считаю, что если бы у нас было законодательно определено, что каждый доктор молодой пройдет хотя бы три года через скорую помощь, это было бы очень хорошо. Это было бы очень хорошо. Потому что хотя бы научились бы оказывать неотложную помощь. А так, к сожалению, это все не так. И многие ее и не умеют, даже врачи оказывают. И все-таки каждый врач, наверное, должен настолько разбираться, наверное, во всех болезнях, да, и настолько быть широкопрофильным, что действительно скорая помощь... Вот скорая помощь, это именно то, что должно быть. Ну, я работал на скорой помощи сначала в линейной бригаде, потом в реанимационной бригаде работал, в общем-то. Затем я пошел учиться в клиническую ординатуру, в МАНИКИ, в наш, в общем-то, значит, областной институт. Два года я закончил там ординатуру клиническую. И мы были первые, наверное, одни из первых даже в России, которые организовывали специализированные психоневрологические бригады. Значит, это вот Щелковский район, значит, Московской области. То есть такая направленность, да? Направленность была, потому что это такая специфическая профессия, в общем-то, значит. И, конечно, их не было, эту помощь оказывали диспансеры, а скоропомощной помощи не было тогда, а потребность, конечно, была огромная. Ну, мне, к сожалению, не дали особенно поработать, потому что возникла проблема в Африаново. Да, расскажите. Это вот после скорой помощи, после ординатуры. Я полгода где-то еще поработал на скорой, и мне предложили работать. Там начиналось строительство новой больницы. Значит, и там какая-то ситуация возникла, которая требовала замены руководителя. И мне предложили, в общем-то, туда, значит, пойти руководителем, вот, в старую еще больницу в Африановскую. Если вы бывали в Африаново, там на горе у них была эта старая больница. Она состояла из пяти, там, шести зданий деревянных, некоторые даже были. Внизу была котельная, кочегарка. Там печное отопление, да, по-моему? Да, там часть печного, а часть кочегарка, ну, угольное отопление было. Углем топили кочегары. Старая-старая больница. Ну, а вас не удивило вот это предложение, потому что, считай, почему именно вам предложили? А почему предложили? Такой пост, ну, вы знаете, в общем-то, значит, я не знаю, почему. Ну, нет, знаю, наверное. Значит, я тогда вступил в партию. Значит, это было 28 лет. Значит, я закончил... 28 лет вам было? Значит, закончился комсомольский возраст, значит, и, в общем-то, а раньше в партию, чтобы принять КПСС, значит, нужно было, был лимит. Значит, среди интеллигенции и здравоохранения особенно фактически принимали единицы. В основном предлагалось рабочим, водителям, санитарам и всем. Ну, почему-то мне вот предложили, и я не отказался, потому что, в общем-то, значит, у меня родители были партийными, в общем-то, людьми. И я тоже. То есть вам это было понятно? Мне это было понятно, да. И когда я поучился в ординаторию, меня уже там из кандидатов приняли в члены партии, и меня тогда Юрий Васильевич Рябов, он был главный врач Центральной районной больницы, по всей видимости, таких было немного, в общем-то, значит, среди врачей, он меня к себе вызвал и сказал, Виктор Викторович, надо. Я говорю, ну, далеко. Надо, я же говорю. Я говорю, далеко. А ты в партию зачем вступал? Вот его слова. Я говорю, ну, вступал. Ты, говорит, писал, хочешь быть в первых рядах строителей коммунизма? Я говорю, писал. Вот и иди, вот и строй коммунизм. Я говорю, ездить не могу. Как я говорю, ездить? Машины нету, ничего нету. Афрянова, да. Афрянова, там километров, наверное, 40. Он дали машину? Дали, это не то слово. Я прихожу к нему в кабинет. Он берет ключи со своего стола и меня этими ключами. На тебе ключи. Вон, видишь, машина стоит. Вот и ездит. Зелененькая, да? Зелененький москвич. Сельский вариант. И вот я три года туда-сюда. Жил я в Щелково на Комсомольской улице, в общем-то. Значит, а ездил туда, работал. Ну, тогда Фрянова, в общем-то, я не знаю, сейчас я там давно не был, конечно. Ну, тогда он был очень мощным поселком. Почему? Потому что там была огромная фабрика. Шесть тысяч работающих на фабрике было, в общем-то, которая производила сукно. Суконная фабрика. Да, одна из лучших в Советском Союзе была фабрика. И был совхоз Фряновский. Вот эти два базовых предприятия, которые там организовывали этот поселок. Совхоз Фряновский в Московской области был на первом месте по производству картофеля. Значит, где-то пять фельдшерско-акушерских пунктов там было в деревнях во всех. В общем-то, значит, вот была скорая помощь, была больница, был стационар. И мы построили там, в общем-то, значит, новый стационар. Это была поликлиника, плюс детское отделение, терапевтическое отделение, родильный дом. Значит, и хирургическое отделение. Такая многопрофильная больница, автономно совершенно. Но строили на средства фабрики. То есть, фактически тогда это все было так. И я там год еще где-то поработал. И мне предложили перейти оттуда в санаторий Горького. В санаторий имени Горького. Да. А появилось тоже предложение, ну, там связи такие были, что в санаторий отдыхали МИДовские сотрудники тоже. Мы с ними были там как-то в контакте, в общем-то, значит, да. И вот когда это все выпало, а там возникла ситуация, что в срочном порядке уволили двух руководителей в МИДе, в больнице. И главного врача, и его заместителя. У каждого свои причины были, в общем-то, значит. Причины были инициатива администрации по их увольнению. И их сразу двоих уволили. И там у них вакуум получился, в общем-то, значит. Ну, и когда мне предложили, я, конечно, согласился. Света, место пусто не бывает. Да, не бывает. А вы заняли на свое. Виктор Викторович, существует у врачей клятва Гиппократа. Да. Вот скажите, насколько священна она для вас? И часто ли вы в жизни, возможно, прибегаете к ней? Может быть, какой-то пунктик хотели бы тогда подставить в эту клятву? Клятву Гиппократа подставить ничего нельзя. Гиппократ ее сочинил. А вы ее помните? Нет, не помню. Она у меня дома есть, написана передо мной, стоит все время, но не запомнил. Ну, так она для вас является... Она для меня основа, конечно. В общем, я считаю, что для каждого доктора, который, в общем-то, по призванию работает врачом. Я работаю врачом по призванию. Я другим не мог бы работать. Это у меня с детства. Я читал книжки медицинские с детства. Я еще только начал читать, а я уже их читал. Потому что и мама, и отец были врачами. В общем-то, все вокруг нас было вот такое. И, конечно, клятва Гиппократа – это то, ну, то, что должно быть базой у любого доктора в голове. Ну, в первую очередь, не навреди и помоги. Вот это самое главное, что должен сделать любой доктор. Чтобы он никогда не отказал в помощи в медицинской, при любых ситуациях, в общем-то, значит. Я категорически против стяжательства в медицине. Я скажу советом об этом. Это сейчас, к сожалению, в общем-то, достаточно часто процветает. Это очень больной вопрос. Это больной вопрос, да. Но его не должно быть. Отношения пациента и врача должны быть безденежные. Вот именно, как личностные. Как личностные. Я не говорю, что пациент не должен заплатить за услугу. Он должен заплатить за услугу. И этот доктор, который оказал эту услугу, должен получить какую-то часть этих денег, в общем-то, в виде вознаграждения. Особенно в сегодняшнем мире, в нашем сегодняшнем, в общем-то, значит, реалии и ситуации. Это однозначно. Но не должно быть того, когда доктор иногда начинает даже, в общем-то, каким-то образом провоцировать дополнительные, значит, там, исследования, расходы. Понимаете, это, к сожалению, случается. Вытягиваете с пациента деньги, такое часто сейчас случается. Вы, да, называете все, в общем-то, значит, так, как оно и есть. Да, к сожалению. Это не должно быть, в общем-то, значит, борьба с этим постоянная, в общем-то, у нас идет, значит, не всегда успешная, откровенно говоря. Поэтому люди уходят. У нас конкретно у вас в больнице, либо вообще говорить про Минздрав в целом? Я говорю и про Минздрав, и, в частности, про больницу. Ну, вот, вот интересный вопрос. Вы, когда принимаете людей на работу, да, вы сами лично каждого человека встречаете, да, и оцениваете его. И вообще оценить ли его и профессионализм, ну, точнее, профессионализм понятно. А человеческие качества важны для вас? Понять, что человек готов вытягивать деньги при первой встрече невозможно. Невозможно, невозможно, значит, мы свой принцип, значит, ему говорим сразу же. Я каждого доктора и каждую медицинскую сестру принимаю на работу сам лично. Я их всех вижу, в общем-то, значит, обязательно. Я им минимальные какие-то критерии нашего, в общем-то, образа жизни и образа работы им всегда рассказываю. В женском коллективе же море всяких бывает моментов таких склочных. Вы сами знаете, сплетни, то есть вот это прекращается сразу на основе. Причем он все говорит открыто. И когда мы хотим что-то посплетничать по поводу чего-то там такой административных моментов, а мы все, он все говорит открыто, никаких секретов нет в больнице. Виктор Викторович исключительно комфортный человек. С ним всегда свободно себя чувствуешь, очень комфортно. Он никогда не унижает, не требует большего, чем человек может. Всегда ориентируется на сильные качества тех людей, которые рядом с ним, которые рядом с ним работают. Позволяет проявиться каждому человеку. И в этом его стиль руководства, в этом его сила. Он не давит своим авторитетом на личности. Руководит, подсказывает. Но чтобы подавил, такого не было. Благодаря вот под его руководством у нас основная масса врачей получила категории, высшие категории. Кто-то защитился на кандидатскую. И повысили свою категорию медперсонал, медицинские сестры. В основном тоже получили все категории. Это тоже большое дело, когда руководство заинтересовано в этом. Какое было бы у него настроение, не было. В каком бы ни было состоянии его душа, люди видят его улыбку, сдержанность и правильное решение. На это способен не каждый. Он никогда не давал себе воли эмоциям, чтобы он мог на кого-то накричать. То есть, вы знаете, это качество по жизни сдержанности, справедливости. У него не присутствует деление на должности, на статус положения. Вот ты имеешь. У него все начинается с доброго слова при входе охраны и гардеробщицы. И такое же доброе слово, и такая же улыбка в конце дня любому пациенту, врачу. У него есть талант, дар общения с людьми, с сотрудниками. И благодаря вот этому отношению доброму к сотрудникам нашей больницы, больница могла выжить в те трудные времена для страны и для медработников. Дети его очень любят. Даже моя внучка, любя его, называла маленькая. Она только годит, научилась говорить. А мы пойдем, крик-крик, че? То есть, вот это его доброта, как врача я в первую очередь хочу отметить, как человека. Его человеколюбие – это для меня на моем пути редко встретишь. А в нем это есть необыкновенное человеколюбие. Это человек, который всегда умеет держать свое слово, никогда не дает пустых обещаний. Вот. Ну, и это прекрасный друг. Виктор Викторович, скажите, пожалуйста, вот вы по профессии врач, вы, это ваше призвание, вы говорите, да? Сейчас вы практикуете, вы сами лечите? Лечить только знакомых и родственников. Только друг, да? Да. Насколько это все пропускается через себя? Или со временем это уже становится некой такой обязанностью, и ты относишься к этому? Нет. А, и тяготит ли вот это обязательство, да, или что, вот вы понимаете, что в руках действительно жизнь, да, тяготит ли это ответственность? Тяготит. Тяготит, и это ответственность любого доктора. И привыкнуть к этому нельзя, потому что все мы живые, в общем-то, эмоции, они все равно существуют. Но когда хирург, вот если вы хирурга приводите, в общем-то, значит, особенно в других специальностях, неврология, терапия, там, значит, да, вот где-то не режешь, да, там эмоции вообще нужны. Понимаете, вот как я буду с пациентом общаться, на каких эмоциях я ему создам ауру, вот вокруг этого его заболевания, вокруг, в общем-то, значит, себя, как я ему себя зарекомендую, поверит он мне или нет, от этого очень много зависит же, в общем-то, значит. Значит, если вы пришли ко мне, да, вы мне доверяете, вы будете, в общем-то, выздоравливать, значит, потому что лекарства мы дадим все одинаковые, понимаете, вот нас всех одинаково учат, мы все знаем, что вот аспирин, там, от температуры, условно, там, пурген, от поноса, да, ничего-то там. Значит, позитив это лучшее лекарство. Позитив должен обязательно присутствовать, обязательно должна быть энергия, обмен энергией, понимаете. Вообще, почему тяжелая работа врача? Потому что там идет обмен энергией, всегда. Значит, хирурги, энергии не меняются, у них там железный профессионализм, они больного усыпили, больной с ними не контактит. Они четко выполняют свою задачу. Они выполняют функцию, в общем-то, там важны руки, там важны руки, глаза и опыт, то есть, как все сшить, как все расшить, как все отрезать, как что убрать, как остановить вовремя кровь и все остальное. То есть, вот, хирурги, гинекологи, вот, которые оперирующие, это немножечко другое. А если вы возьмете соматических докторов, да, там личная энергия. Поэтому это тяжелая очень профессия, в общем, потому что ведь не приходят такие красотки, как вы, а приходят ведь старые больные люди, понимаете. Они несут негативную энергию. Значит, от вас позитивная энергия идет, да, от молодых вообще идет позитивная энергия, а старые больные, они несут, в общем, негативную. И у них задача, придя к врачу, эту энергию куда-то сбросить, в общем-то, значит, а кому они ее сбросят? Они ее в основном доктору сбросят. А ваша задача зарядить его позитивом еще и самому этот негатив, да? А ваша задача, в общем-то, значит, создать какую-то защитную оболочку, потому что иначе тогда все доктора наши вымрут. Это действительно призвание, потому что они так взаимодействуют с людьми, чтобы настраивать их на выздоровление. Ведь, знаете, как отличается, допустим, вот говорят люди, которые лечатся за границей, и да, и в наших, допустим, больницах, что когда туда приходишь, врач, он не сюсюкается, да, но он и не говорит, что там, ой, все плохо. Он четко говорит, у тебя то-то, 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 но мы будем делать это, 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 и ты будешь поправить. И ты будешь выздоравливать. То есть врач, он должен быть насколько откровенен, настолько должен быть позитивен, да, вот в настрое на улучшение. Это однозначно. Позитив врача, это, в общем, половина успеха. Половина успеха. Все мы должны быть психотерапевты немножечко. А где вы черпаете свой позитив? Откуда вообще в жизни? В жизни? От всего. От жены, от детей, от дома своего. Ну, есть увлечения какие-то, есть хобби. Так, расскажите поподробнее. Во-первых, расскажите про жену. Человек жениться должен тогда, когда он влюбился. Понимаете, в общем-то... Несомненно. Да. Значит, вот, ну, мне было 32 года уже, да, и я никак не женился, в принципе. У меня родители, там, мама особенно волновалась очень, как это так долго, да, и не женится, не хочет жениться. Уже у нее были проблемы. Они жили в Владикавказе, я здесь. Но я воспитывался на Кавказе, и у меня отношение к родителям такое правильное. Я должен был каждый год хоть чуть-чуть, но заехать обязательно к ним, чтобы их увидеть, проведать и показать, что я здоров, и ничего со мной не случилось. Поэтому я в отпуске всегда у них бывал. А с невестой, в общем-то, ну, как-то, вот, я не знаю, почему-то здесь вот не складывалось так, чтобы я хотел жениться здесь. Наверное, у меня, может, критерии какие-то были особые, свои, там, может быть. Ну, конечно, этот критерий, в принципе, на Кавказе другой. У них женщина не такая. У них женщина воспитывается в семье по-другому. Они не могут сказать матерное слово. Они не могут на мужчину плохо что-то сказать. В общем-то, это исключается. Ну, может, потом в семье, когда они, да, они более, может быть, ну, не знаю, более или менее. У нас тоже таких много. Воспитанные. Воспитывают их в определенном духе. Это и Кавказ, это и Азия, кстати говоря, тоже, в общем-то, сюда же относятся. А у нас наши вот русские деревни, в общем-то, значит, немножечко женщины. Потому что, ну, это социальная атмосфера, она создавала такие условия. Ну, и вот я в один из моментов... А мама мне звонит и говорит, слушай, приезжай, мы тебе невесту нашли. И я в отуске приехал. Мама, конечно, да. Приехал туда, ну, пойдем, говорит, знакомиться. А она закончила только что, значит, университет там, ассистинский у них был. Она филолог по образованию. Значит, и родители военные, они друг с другом познакомились, военные, да. А у нас есть невеста, а у нас есть жених, который не женится. Это я был, значит, жених, который не женится. Значит, а невеста, она только закончила, ей 22 года. Да, и вот мы пришли, пошли в гости, значит, на нейтральной полосе цветы. Значит, знакомые знакомым ведут ее, и меня ведут мои, значит, ее ведут ее. Значит, к третьим... Встреча кавказское знакомство. Ой, знакомство. Ну, в общем-то, значит, мы были знакомы недолго. Неделю у меня уже кончались мои сроки пребывания там, я должен был уехать. Вот неделю я с ней каждый день встречался. Ну, я уже не помню, а она мне говорит, я каждый день ей розы приносил, в общем-то, значит, большие букеты. И, короче, когда мне надо было уезжать, я через неделю сказал, слушай, Елизавета, ты выйдешь за меня замуж. Ну, как раз. Ну, она с дурой взялась, сказала, выйду. И я уехал, значит, сюда, потому что отпуск, по-моему, заканчивался. Уехал сюда, значит, взял справку фиктивную, что она беременная, значит, потому что там надо было три месяца ждать, прежде чем распишут. На хитрость такую пошли. Да, да, да. Ну, врачи, они хитрые. Врач, конечно. Справочку-то раз мы сделали. Мне тут мои друзья быстренько написали, значит, что она такая. Ну, они, конечно, знали прекрасно, но все равно им для формальности это нужно было, да. Плюс в те времена, значит, я взял сумку колбасы московской, конфет московских, шампанского московского и туда поехал. Приехал в ЗАГС, они нас на следующий день расписали. Мы там, значит, сыграли свадьбу, пожили там, значит, две недели еще и приехали сюда. И вот мы с ней уже живем 30 лет. 30 лет? Да. Два сына, да? Два сына, да. Одному 28. Сергей, а внуки? Внуков нету. Нет еще пока. Нет, у меня не женатые, пока дети. Они так же, как я. Они выжидают, да? Лучшие вещи. Да. А почему они по вашим стопам-то не пошли? Они? Да. Вы не очень расстроились из-за этого? Ну, я не знаю, как расстроиться, не расстроиться. Я, в общем-то, им сказал, вот, ребята, идите как хотите, в общем-то, значит. Я хотел быть врачом. А если Сережа, допустим, не хотел быть врачом, я вообще не знаю, кем он хочет быть. Вот он. Не знаю. Трудно сказать. Сейчас, наверное, труднее вообще стало. Мы раньше как-то, в общем-то, значит, вот наше поколение детей, оно чего-то хотело. Значит, это поколение, вот, Сережина, 28 лет. Ну, это наше поколение. Да, ваше, наверное. Ну, многие себя нашли, понимаете? Нашли. Нашли, как говорят сейчас, в бизнесе нашли, да, нашли в какой-то работе интересную. Вот вы себя нашли в интересной работе, допустим. А он закончил Академию Туризма. А младший, вот, младший такой, он наш, более домашний, ему 22 года. Он заканчивает вот в этом году, не в этом, в следующем году, таможенная Академия. Семья и жена не страдали никогда из-за того, что у вас вот нехватка времени? То есть вы тратили очень много времени на работу. Да, а на семью, соответственно, времени наверняка оставалось мало. Всегда страдают. И сейчас страдают. А куда деваться? От этого никуда не... Ну, она у меня дома хозяйка. Она филолог, но она дома хозяйка. Она работала, когда вот помоложе была, еще детей не родила. Она работала преподавателем в Щелково здесь, в общем-то, значит. Потом работала еще в нашей медицинской структуре, в общем-то, значит, недолго. Но потом, в общем-то, как-то вот трех мужиков кормить, видимо, очень сложно. Дом содержать тоже сложно, в общем-то, значит. И вот она сейчас стала домохозяйкой. Ей, конечно, от этого плохо. Я это понимаю, в общем-то, мне ее жаль. Иногда бывает, в общем-то, за это. Но, с другой стороны, в общем-то, и мама так же вот работала. Это вот жены военных всегда так, да. Я хоть и не военный, но она повторяет судьбу своей мамы, в общем-то, тоже, как бы, в общем-то, за домом смотрит. А вы говорили про увлечение, про хобби. Ну, у меня хобби – это, в общем-то, значит, рыбалка. И охота. Охота иногда. Иногда. Жалко убивать. Да. Рыбу не жалко вылавливать, а зверей жалко убивать. То есть так отдыхаете на природе? Да, отдыхаем. Ну, мы сейчас живем, вот, я говорю, так случайно получилось, что мы попали жить в дом свой. Строили дачу, получился дом, значит, 15 соток земли в Аниске, в общем-то, значит, да. И мне подарила администрация тогда на день рождения. Хороший подарок. Это еще тогда не стоило так дорого, да. Значит, и они сделали подарок. Они подарили больнице, значит, участок 15 соток. А в больнице, значит, уже, оказывается, почти у всех были участки, кроме меня. И меня правком спрашивает, Виктор Викторович, у вас есть участок? Я говорю, нет, не было вообще. Хотя мне предлагали в Афряново, там, много раз, в общем, участки. Ну, я как-то, я был дитё военного и на земле никогда не жил. Я не знал, что такое жить на земле. Это специфика, в общем-то, есть определенная. Ну, давайте, говорит, вам отдадим. И вот правком решил, мне отдали эти 15 соток в Анискино. А поскольку жена работала там, значит, в нашей строительной структуре Мидовской, они помогли построить. Ну, и как вам на земле? Мне нравится теперь. Да, и ей самое главное нравится. Она себя в этом реализовала. Вот если бы вы пришли к нам на участок, вы бы не увидели там картошку, капусту, там, значит, ещё морковку. Там цветы? Одни цветы. Одни цветы. У нас цветы и деревья. Яблони, там, вишни, сливы. Сады. Да, да. А вот скажите ещё немножко про вас, вот про предназначение. Вы же заслуженный врач Российской Федерации. Как вы получили это звание? И, ну, насколько для вас это лестно, важно? А это лестно для любого врача. Заслуженным врачом, в общем-то, России быть лестно. Это без всякого сомнения. Значит, получил я его в министерстве. Значит, вышли на правительство. Медведевым подписано удостоверение. Значит, в период, когда Медведев был президентом. То есть, сравнительно недавно. Сравнительно недавно, да? Да, да, да. А как вы его получали? То есть, чья это инициатива была? Инициатива была министерство. Министерство. Лавров вручал нам эти удостоверения. Значит, министр. Ну, вы так как-то спокойно говорите, без восторга. Спокойно, да? Ну, как, а восторг какой? Восторг. Вы знаете, это, в принципе, значит, очень... Выше нет награды у нас сегодня, у врачей. Потому что, если раньше были еще, вот, как заслуженный врач СССР, по-моему, был. Но сейчас их нету. Значит, сейчас заслуженный врач России, это, в общем-то, значит, это самая высокая награда, которую дают врачам. Значит, поэтому... Она, конечно, лестная, без всякого сомнения. Я считаю, что... Вы ее заслужили? Я не знаю, заслужил или нет, но раздали, наверное, заслужил, да. Может быть. Ну, может быть. Коллектив, наверное, рад ваш был. Отмечали? Да, коллектив отмечали, конечно. Отмечали, и коллектив поздравлял, это без всякого сомнения. У нас в истории больницы, в общем-то, значит, не было такого никогда. Значит, в истории министерства это тоже было первый раз, в общем-то, значит, чтобы здравоохранению дали там, значит... Вот мне дали, и дали еще доктору из поликлиники, в общем-то, значит, главному врачу. Вот двоим. Ну, еще приятнее такая редкость. Скажите, ситуация в здравоохранении сейчас какова? Вот непосредственно Щелковского района, вы же наверняка наблюдаете, может быть, какие-то выводы делаете. И с вот этой новой программой модернизации здравоохранения, что сейчас происходит? Ну, я думаю, что по Щелковскому району вам бы лучше Владимир Николаевич Хруленко рассказал бы, в общем-то. Я думаю, что он значительно больше знает ситуацию. Но нам интересно ваше мнение, вообще развитие здравоохранения. Мое мнение по развитию здравоохранения, в принципе, я сталкиваюсь с этим чаще всего через пациентов Щелковского района. Значит, то, что я слышу от пациентов, значит, мне не нравится. Потому что пациентам очень многие вопросы не нравятся в организации здравоохранения, значит, Щелковского района. Даже не в организации здравоохранения, а, в общем-то, в отношении многих врачей, значит, к своему делу. Значит, в целом, я знаю, что очень сложная ситуация с кадрами, значит, в Щелковском районе медицинскими. Очень много докторов работает глубоко пенсионеров. Мы посчитали у себя, у нас всего 17% пенсионного возраста работает основного контингента в больнице. Это те люди, которых мы держим не на основных точках. Они из уважения к продолжительности работы часто работают. Ну, и они еще, как бы, вполне квалифицированы и вполне могут оказать работоспособные, да. А вот я знаю, что по Щелковскому району эта беда большая очень, в общем-то, значит. Несмотря на то, что администрация, знаю, дает жилье, дает, в общем-то, знаю, нескольким вот квартир давали врачам, которые новые приходили. Значит, ну, по всей видимости, пытаются. Пытаются, однозначно, что, в общем-то, значит, администрация района пытается, значит, заняться здравоохранением, пытаются улучшить, в общем-то, значит, это здравоохранение. Но, к сожалению, понимаете, вот так это быстро, если этим сейчас начать заняться, ну, лет через 10, если все в одну сторону, тогда будет результат. Доктор, он тоже хочет работать на современном уровне. Особенно если молодой доктор, который перспективный, который, в общем-то, значит, копытом роет, он хочет работать на хорошем приборе, он хочет, в общем-то, иметь объективные данные от диагностики, тогда он получит удовлетворение от того, что он хорошо будет лечить этого больного, и тогда он будет работать с удовольствием. А это, конечно, в общем-то, значит, пока в условиях района еще не так скоро все сделается. Вот даже, знаете, извините, вот такой момент, да, звонок там в студию в диалоге, вопрос, почему аппарат МРТ, мы платим бешеные деньги, допустим, у меня там пенсия 7 тысяч рублей, да, я эти 7 тысяч рублей должен отнести, чтобы сделать себе МРТ позвоночного отдела. Ведь это действительно дорогой уровень. На что говорят, что там нет у нас, вот, допустим, кабинета, хорошо, нашли кабинет, нету к этому разрешения, чтобы подключить там определенное напряжение, мощность, да, нашли мощность. Аппарат МРТ мы пропустили по, значит, по торгам, там, когда его продавали за какие-то, то есть, понимаете, голова вылезла, хвост застрял и так далее. Это же тоже проблемы. Почему такие проблемы возникают? Конечно, вот сейчас, вот, если бы, знаете, как это, если бы я был волшебником, да, вот на район нужен один хороший диагностический новый центр. На каждый район один нужен центр, да, который бы обеспечил бы энергетическую вот эту емкость, диагностическую, потому что врачи в стационарах работают хорошие, значит, они имеют, район не такой большой, не так он, в общем-то, растянут, да. И если бы, допустим, значит, вот я знаю, что хотели строить такой, в общем-то, центр, когда-то роддом хотели построить там мощный, да, в общем-то, я не знаю, построят или нет. Он необходим. Да, он очень необходим. А вот, в принципе, значит, стационары, они бы, наверное, справились тогда легко, если бы был такой современный, суперсовременный какой-то центр. Этот бы центр легко переварил весь район. Потому что, действительно, сегодня, в общем-то, значит, с одной стороны, правительство и на высоком уровне Минздрава говорит, что МРТ должно быть бесплатно, а по жизни 10 тысяч. 10 тысяч. Это огромные деньги, действительно. Конечно. Или тот же самый компьютерная томография, тоже говоря, что это должно войти в стандарт, который, в общем-то, сегодня определили. И стандарты же нам же расписали, лечение каждого пациента, значит, этими стандартами. Но соблюсти эти стандарты, вот мы даже не имеем этого. Ну, хорошо, у нас в Москве в поликлинике есть, допустим, компьютерный томограф, да, и мы своих пациентов везем туда и делаем это все бесплатно. А пациент, который пришел к нам из Щелково, он бесплатно не сделает это все равно. Он едет во Фрязино, делает за деньги, значит, едет в Щелково, делает за деньги. Ведь это же не новые приборы все. Вот те, которые коммерческие, значит, это все приборы не новые. Это все приборы бэушные, которые покупаются за границей дешево, а потом здесь устанавливаются. И за большие деньги они их потом, значит, окупают, эти приборы. Самое главное, это обидно, действительно, ты потратишь деньги, еще и обманут. Ну, вот очень часто, к сожалению, бывает. Или если даже не обманут, но они не получат эффективного исследования, которое принесет результат тот, который мы ждем. И очень часто пропустят что-то, в общем-то, значит, это тоже имеет значение. Ну, да, соответственно, да, минус. Конечно. И это так жалко, нас призывают вести здоровый образ жизни, нас призывают, призывают. Ну, так извините, чтобы вести здоровый образ жизни, мы должны знать, что медицина даст нам условия, при которых мы сможем позволить себе настроиться, наладить здоровый образ жизни. Не покупать, ходить в аптеке дорогущие лекарства, а нормально продиагностировать, сделать хороший диагноз и тогда уже выбирать, что. Потому что люди несутся в аптеке иногда порой, вот опять же, вот эта вся эта система, она переворачивается. А потом мы опять возвращаемся к тому, что мы виним там медиков, которые, в общем-то, тоже, получается... Ну, да, заложники. ...они тоже не все могут сделать. Заложники, вы правильно говорите. Заложники, получается, ситуация, да. Они заложники, потому что они оказываются между государством и пациентами. А пациенты, естественно, в общем-то, значит, разряжаются на этих докторов, в общем-то, значит, которые есть. Заработная плата, уровень заработной платы, ведь очень низкий уровень заработной платы медицины. Сейчас вот подняли, да, было решение там правительства, чтобы поднять заработную плату. 6 процентов. Понимаете, 6 процентов. Что такое 6 процентов? Вот я вам скажу, что сегодня заработная плата вот главного врача, моя, 15 тысяч рублей в месяц. То, что государство мне платит сегодня, 15 тысяч рублей в месяц. Вот на 6 процентов мне подняли еще, да. Это сколько там, значит, где-то меньше тысячи, да, наверное, 6 процентов будет. А что говорить про обычных медсёй? Я больше всех получаю, в общем-то, по бюджету. У меня самая высокая заработная плата. Это я говорю о зарплате, в принципе, значит, там с заслуженным врачом и со всеми надбавками, которые там есть. Потому что базовая 10 тысяч заработная плата. И, конечно, в общем-то, значит, сегодня доктора, в принципе, в очень сложном в этом положении. Как не взять их от пациента, эти деньги, да, как их заработать, в общем-то, честным путем. Это тоже очень непросто, потому что у них от количества тоже, в общем-то, заработная плата. Поэтому сейчас, наверное, это уже не секрет, что тоже иногда доктора, значит, формально иногда подходят, приписками занимаются, по телефону, значит, звонят. Как ты там, значит, чувствуешь себя? Он ему говорит, хорошо. И она пишет в историю болезни, да, активное посещение. Ей за это раз-два рубля набросили в зарплату, в общем-то, значит. То есть это проблема, конечно, государственная. Ну да, проблема очень, да. Хотя, хотя, вы знаете, государственная, государственная, но нельзя всё вот пенять на государство. Я бы всё вот не сбросил на федеральные органы. Хотя с кадрами, видите, вот скорая помощь, да, вот я вспоминаю, я работал там на Шмидта 8, у нас была скорая помощь. Ну, сегодня у скорой помощи прекрасное помещение. Ну да, да, кареты хорошие. Хорошие машины, в общем-то, значит, то есть занимаются этим вопросом. Я был у них, они приглашали меня на юбилей, как-то скорая помощь, и приезжали, в общем-то, значит, из области руководители тоже. Они этот вопрос прорабатывают, они знают, они финансируют, это очень важно. Вот сейчас я знаю, что Красная больница закончила, наконец-то, там ремонт, в общем-то, терапевтического этого отделения, это тоже очень важно. Наверное, всем врачам не хватает вот этого вот такого базисного, в один кулак сжатого профессионального диагностического центра, который бы закрыл бы вот эти вопросы. Сегодня они, может быть, ну, где-то их находят пациенты, но где-то вынуждены искать. А если был бы в Щелково, допустим, где-то вот в центре, один такой центр, он бы закрыл очень многие диагностические проблемы. Пусть там будет пять узистов, значит, но эти пять узистов, они посмотрят, в общем-то, значит, всех необходимых, всех желающих, в общем-то, на современной технике. И не будет очереди там. С утра ужаса. Понимаете, на две-три недели очереди записывают, чтобы посмотреть. Ну, а извините меня, если у вас там УЗИ, вы идете, если хронически просто посмотреть, один вопрос. А если у вас камень застрял, допустим, где-то там, да, нужно сегодня, сейчас посмотреть это и попробуй найди. Вот они приходят к нам, платят деньги наличные, в общем-то, это неправильный вопрос. Он не должен так быть. Поэтому, конечно, лучше не болеть, а когда болеешь, ты тянешь до такого, действительно, когда уже просто... Ну, это истина такая, конечно. Припирает, уже бежишь тогда, никуда не денешься. Вот еще один вопрос всего этого. Вот если бы у вас в руках была волшебная палочка, мы вчера сидели с Лилей и думали, какой же вам вопрос задать такой интересный. Так все-таки, если бы у вас была волшебная палочка и было только одно желание, какое бы желание вы исполнили? Ну, очень трудно, конечно. Но вы подумайте немножко, вот прям времени вам... Ну, конечно, меня лично... Что бы подарили всему миру? Вот вам говорят, вот у тебя... А почему всему миру? А может быть, это желание себе, да, вы подарили? Так все-таки, себе или миру подарили бы? Нет, я бы забрал себе. Так. Я не такой, альтурис, всему миру пусть подарят, в общем, те, кому положено дарить. Трудный вопрос. Трудно. Всему миру не угодишь. Значит, у меня была одна доктор знакомая, у нее внучка родилась, и она ей говорит, бабушка, я тебе гажу, 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 угодить, говорит, никак не могу. Да. 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 Это очень интересно, но вот действительно, понимаете, всему миру, все мы люди разные, у нас у всех разные желания, у нас разные, в общем-то, значит, возможности, и вот всему миру одинаково сделать невозможно, и, наверное, это неправильно. Очень хорошая тоже поговорка, я люблю запоминать поговорки, в общем-то, но это такая классическая поговорка, это вот была у Владимира Васильевича в санатории Горького, там, значит, как потопаешь, так и полопаешь. Значит, работать надо, в общем-то, значит, я, в принципе, значит, всегда считаю, что каждый человек должен работать, найти себя в работе и, в общем-то, себя развивать для того, чтобы стать ценным специалистом, чтобы тебя ценило руководство, чтобы тебя любили люди окружающие, чтобы ты был интересен, то у вас работа очень интересная, в принципе, я думаю, если вас будут любить ваши зрители, да, значит, соответственно, у вас рейтинг будет расти, и вам нужно повышать за это заработную плату сразу, потому что... Так, так, так. Вообще зарплата должна быть по рейтингу всегда, чем выше рейтинг, тем выше заработная плата. Нельзя платить, в общем-то, тех, кого не смотрят и тех, кого смотрят одинаково, а у нас, к сожалению, пока эта система заработной платы очень недифференцированная, она должна быть дифференцированная и, в общем-то, чтобы она обеспечивала людям минимальное хотя бы какое-то существование, ну, достойное, я бы так сказал. Потому что просто минимальное, это уже нищета, достойное, понимаете, существование должно быть. Мы все должны жить, вот я бы хотел, чтобы во всем мире мы жили достойно, чтобы у нас пенсия была 2000 евро в месяц, как в Австрии, допустим. Ну да, у Чехова же, он же тоже врач Чехов, да, и как он в Москву работает, работает. То есть стремление человека работать, оно должно быть не просто стремлением, оно должно быть фактом. Человек должен развиваться в работе. То есть волшебную палочку вы бы выкинули, сказали, люди работают. Конечно, работать надо. Значит, волшебную палочку, не надо надеяться, нужно надеяться только на себя. Так оно и есть. Так оно и есть. Надо надеяться на себя, потому что, вы знаете, вот мне везет в этом отношении, вот у меня там в коллективе, в нашем, в больничном, есть такие люди, вот которые хотят работать, понимаете. Они зарабатывают много денег, и вот нет чувства зависти к ним, потому что они зарабатывают их за то, что они оказывают эту услугу, они оказывают эту помощь даже. Я не хочу даже вот медицину услугой называть, это помощь, медицинская помощь. Понимаете, они спасают жизни, они, в общем-то, значит, делают здоровыми людей. И за это они должны получать много-много-много-много-много, чтобы они от этого, в общем-то, были здоровыми. Потому что сегодня без денег не получишь ни здоровья, ни полноценное питание, ни отдых, в общем-то, значит. Ты не получишь удовлетворения, потому что деньги для чего нужны? Мужчина, для того, чтобы тратить их на женщин и на детей. Потому что мужчинам самим денег много не нужно. Да, нам все понятно. Но вы вообще счастливы, удовлетворены своей жизнью? Я своей жизнью удовлетворен, я счастливый человек, конечно. Ну, спасибо вам огромное за беседу. Мы надеемся, что вы дальше будете оставаться счастливым, здоровым. Ну, я тоже, наверное, надеюсь, в общем-то. А потому что здоровье очень зависит от душевного равновесия, от душевного счастья. А душевное счастье дает твоего окружения, в общем-то. Сам ты себя счастливым не сделаешь никогда. А вот если ты дома и если ты на работе видишь, в общем-то, людей, которые тебя уважают и любят, в общем-то, то это уже все. Это уже гарантия того, что ты будешь, в общем-то, в принципе, счастливым и долго жить, и будешь жить счастливым, в общем-то. Спасибо за интересную беседу. Ну, что мог, сказал. Надеемся, что наша медицина будет процветать, процветать. И вы, надеюсь, будете помогать, так сказать, в этом процветании. Я всегда готов. Я вообще человек очень коммуникабельный. Я Щелковский район вообще считаю своим родным, в общем-то, значит, районом, потому что самая большая и самая плодотворная жизнь, которая, ну, часть жизни, которая у меня вот сейчас прошла, она прошла здесь, в Щелковском районе. Я никогда не думал, что я вдруг в Подмосковье попаду и буду здесь жить. Ну, так случилось, вот так я здесь живу. Здесь у меня много очень друзей, много знакомых. В общем-то, значит, и, конечно, у меня особое отношение к Щелковскому району. Спасибо. Это очень здорово, это очень приятно. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...